здравствуйте приветствую себя на канале с вами снова евгений и сегодня мы с вами будем создавать модель дирижабля и пытаться сделать выкройку с клей в которой мы получим надувной вот именно сам баллон для дирижабля и так приступим к инструменту insert canvas я выберу плоскость немножко поменяем масштаб и нажму ok а вот такой вот дирижабль мне нужно сделать для дирижабля 6 метров поэтому мне нужно калибровать нашу картинку кликну здесь правой клавиши мыши и выберу инструмент calibrate выберу две точки на картинке и задам необходимый размер 6 метров дирижабль представляет собой тело вращения поэтому мне нужно создать замкнутый контур и ось вращения на этой плоскости я создам эскиз виде линии приблизительно находящийся вот здесь по центру и нажимаю ok далее я с помощью инструмента сплайн так прокликаю все эти точки нажму escape и немножечко нужно настроить здесь не кривизну с помощью ползуночков здесь так вот так далее я вызову инструмент revolve вкладке create выберу данный контур затем выберу ось вращения операцию не бадди нажму ok мы с вами получили отключу картинку вот такое вот тело вращения для того чтобы сделать развертку с которым можно склеить дирижабль давайте вспомним как выглядит школьный глобус собственно это вот такие вот дольки нарезанные которые к полюсам у нас сходится и склеивая вот такие вот элементы мы получаем с вами круглую форму наша задача сделать разрез нашего тела вращения на такие вот отдельные элементы и дальше рассмотреть их размерности и скажем а получить уже отдельно саму выкройку и так приступим давайте на виде спереди я создам эскиз и с привязкой вот к этой точке так . пропала поэтому я предлагаю сделать project проекцию делом давайте проекцию вот этот линии нажмем ok и из нее делаем линию вверх далее я выберу круглый массив циркул и паттерн выберу данную линию выберут центр поинт и ну давайте пусть будет он состоять из пяти частей будет 1 2 3 4 и пятая часть 5 выкроек из которых будет склеиваться дирижабль нажмем ok вот так все получилось далее перейдем рабочее пространство патч выберу операцию экструд далее я выберу 5 вот этих вот поверхностей и давайте симметрично в обе стороны выдавлю и нажмем ok далее я вызову инструмент сплитбаде просто использую этот элемент разрежу и далее выбирает половинку и выберу вот эту часть нажму ok на самом деле вот эти пять частей они все-таки не нужны потому что они все идентичны и и нас с вами интересует только вот одна вот эта вот половинка поэтому мы с вами должны что сделать перейти обратно давайте отключу видимость вот этих частей нас интересует вот это вот поверхность что я предлагаю делать нам нужно разрезать данное тело на скажем наш на широту и вот долготу основное и далее уже будем мерить длинный ребер перейдем обратно во фьюжи иди скетч так мне нужно поделить вот этот угол пополам сейчас поэтому я вызову инструмент project и с помощью инструмента line опять так повторю только теперь я здесь пополам сделаю и здесь до середины опущу и продлю дальше хорошо опять так чей не нужно отключить это и вот эта линия симметрично окей хорошо отключу опять видимость скетча так на самом деле выглядит теперь так далее сплитбаде развязаю и включая поверхность вот эту и вот мы видим с вами такой вот дольку у нас с вами есть такой путь теперь я предлагаю на видео а сбоку с привязкой вот к этой точке а сейчас задней мы видим весь эскиз и создадим здесь линию поэтому нужно использовать project давайте поверхность делаем а вот так вот и с помощью линии зададим такой отрезочек экстрадируем его вперед и вот у нас есть сами такая . далее я предлагаю использовать offset plane и составим 0 нажмем окей и давайте отключим нашу поверхность и у нас с вами получилась вот такая вот поверхность поверхность которая по сути является нашей вспомогательной геометрии далее я предлагаю перейти в рабочее пространство модель паттерн паттерн он пас и давайте посмотрим выберем faces к сожалению мы не можем поэтому отключим наш plane и будем копировать вот именно поверхность которую мы с вами создали выберем путь центральную линию здесь мы с вами выберем спейсин и зададим размерность например посмотрим 100 миллиметров тысяча давайте будет 300 миллиметров я на вид сбоку немножко вот так так все таки будет 500 ну пусть будет 500 хорошо далее так вот все это мы прокликиваем мы видим что мы ушли чуть дальше нашего пути хотя не практически нам почти почти вот хватило до конца но это не страшно нажимаем ok и мы создали вот такой вот набор с вами поверхностей далее что мне нужно сделать мне теперь нужно данное тело разделить на равный фрагмент с помощью этих плоскостей поэтому я использую инструмент split body и начинаю разрезать это тело на видео я это немножко все ускорю вот я разрезал практически все тело на вот такие-то отдельные фрагменты у меня есть вот такая последняя поверхность она где-то витает в воздухе не очень понятно но мы видим что она не доходит до конца нашего пути поэтому я просто возьму эту поверхность и удалю и так вот что у меня получилось далее я с помощью инструмента inspect буду производить замеры эти две половинки абсолютно симметричны но я их немножко сейчас разведу так я выберу это тело вот она и немножко отведу его в сторону вот так чтобы мне было удобнее задавать размеры из-за того что мы создавали здесь определенный шаг давайте посмотрим здесь получается 500 миллиметров практически 500 миллиметров там тысяч на одно не хватает вот эти все расстояния они равны плюс-минус 500 миллиметров то есть там какие-то возможно незначительные погрешности имеются но соответственно мы что делаем мы далее на виде сверху здесь немножечко не очень хорошо это будет наблюдаться но на виде сверху мы сейчас будем с вами создавать эскиз у нас будет полная линия опять вызовем инструмент inspect и померяем вот эту вот центральную нашу линию она получается как мы видим семьдесят семь тысяч четырнадцать точка семьдесят миллиметров поэтому мы с вами называем клавишу D и зададим данный размер семьдесят четырнадцать точка семьдесят хорошо то есть вот эта длина равняется вот этой вот искривленной линии далее что мы с вами сделаем мы с вами поставим здесь точку point зададим размерность пятьсот миллиметров вот так вот и размножим ее с помощью инструмента прямоугольного массива rectangular pattern давайте здесь поставим спейсин опять distance по пятьсот пусть будет и вот в этом направлении так пятьсот мы их вот так вот размножим так вот эта точка не нужна и вот это тоже не нужно мы имеем с вами здесь четырнадцать отрезков и здесь сверху мы тоже имеем четырнадцать вот таких вот отдельных элементов что далее я предлагаю соответственно мы с вами имеем вот такие вот точки далее с помощью инструмента inspect я кликаю на вот эту перворазмерность кликаю сюда копирую размер и делаю close далее я рисую отрезок вот из первой точки вызываю с помощью клавиши и делаю control и получилось первая точка далее с помощью inspect я выбираю вторую дужку вижу второй размер кликаю она попадает в буфер данная циферка кликаю создавая линию здесь вторую через клавишу ды через клавишу ды задаю еще раз размер делаю control v и получаю еще одну точку данную процедуру мне необходимо повторить четырнадцать раз так у меня осталась последняя точка копирую ее в буфер клавиша D размер и задаю последний размер далее я вызываю сплайн и начинаю прокликивать все точки через которые через точки которые я создавал с помощью вот таких вот размеров нажимаем ok далее отображаю зеркально все это нажимаем нажимаем ok ну в принципе можно например провести экструзию скажем на один миллиметр и нажимаем ok отключу собственно вот мы с вами создали как раз ту самую поверхность выкройки для данного дирижабля так как мы развязали наш дирижабль на пять частей нам нужно будет пять таких выкроек я сейчас перейду в стороннюю программу собственно я протестирую результат насколько достоверно скажем склеивание данной вырезки позволит получить желаемую форму нами и так приступим я нахожусь в среде программного продукта дизайнер я перенес сюда вот такие вот пять выкроек осуществил сшивание создал внутри избыточное давление и я запустил симуляцию мы видим как вот ткань играет вот пружинит она все остановлю симуляцию и немножко покручу модель и посмотрим вот здесь видно швы я считаю что мы справились с задачей мы получили выкройки и создали скажем так вот такую симуляцию которая показывает что при сшивании этих выкроек и создании некоторого давления внутри избыточного мы увидим что все расправится и каких-то вот особых таких проблем с формами у нас не будет но необходимо также учитывать вид ткани из которого будет все это сшиваться потому что если ткань тянется швы будут более плотные то здесь мы будем видеть некоторые особенности уже скажем так самих материалов я постарался поставить здесь не растяжимый материал минимально растяжимый и вот получился вот такой вот результат думаю приди я думаю что придерживаясь данного метода можно получить выкройки практически для любых тел вращения различные цилиндры там возможно еще какие-то сложные формы сигарообразные например по поводу более сложных форм таких надувные лодки я думаю это нужно проверять отдельно вот но если кому будет интересно можете задавать вопрос в комментариях можно как-нибудь попробовать это проверить пока что если если у вас есть какие-то предложения или вы знаете какие-то другие интересные способы возможно узнаете какие-то другие программные продукты в которых можно это сделать быстрее то оставляйте пожалуйста свои комментарии вот такой результат мы с вами получили я считаю что это очень очень близко очень похоже на тот исходный первый рисунок на основании которым мы это все воссоздавали большое спасибо за внимание желаю всем творческих успехов подписывайтесь на мой канал ставьте лайки счастливо